Привет, друзья! Я снимаю свое видео для канала Heavy Metal Gym. Хочу вам рассказать о своих тренировках, о своем питании, как сейчас у меня все это организовано. Ранее я уже присылала видео о том, как тренируюсь по советам Егора. Вот уже прошло полгода с тех пор, я немножко внесла изменения в свои тренировки и в питание, чтобы прогрессировать. Все мы хотим выглядеть как спортсмены, хорошо, подтянуто, здорово-здорово, конечно же. С чего начать? Тренировки, конечно, глобальных изменений у меня не претерпели. Я также работаю на силу, как говорит Егор, стремлюсь преодолеть тесты силовые в становой тяге, в приседаниях и в подтягиваниях и отжиманиях от брусьев. На данный момент мой вес в приседаниях составляет 42,5 килограмма, в становой тяге 45. Я уже могу сама отжиматься от брусьев и уже у меня даже начало получаться подтягиваться. Правда, не так много, один-два раза. Но для меня это супер прогресс. Также хочу показать вам книгу, которую Егор выпустил, только я ее купила в электронном виде и вот оформила, как мне показалось, что она должна выглядеть. И если у меня возникают какие-то вопросы или нужно что-то вспомнить, я обязательно возвращаюсь к его статьям, видеоурокам, книге. Все мне это помогает развиваться, двигаться вперед, достигать лучших результатов. Сейчас можем поговорить с вами о питании. Я специально тут приготовила стол с продуктами, сейчас немножко вам расскажу. Так, обязательно по утрам я выпиваю стакан воды с лимоном. Потом мой завтрак состоит из, ну, можно не убирать, наверное, из овсянки. Потом я добавляю немного творога. Также для разнообразия, тоже посмотрела у девочек, как они вносят разнообразие в свое питание, стала использовать. Вот, арахисовая паста делаю сама или даже можно сделать биндальную пасту, очень вкусно получается. Потом добавляю мак, ну, или-или. Или кокосовую стружку. Так, сейчас немножечко вот так делаю. И можно также добавить стевию, чтобы добавить сладость, но сахар не использовать. Вот, очень помогает. Можно также добавлять выпечку, хлеб цельнозерновой делаю иногда. И делаю кексики из овсянки и творога, тоже добавляю стевию и немножечко изюма. На второй завтрак бывает я ем также творог, с какими-нибудь добавками, которые уже перечислила. Или использую яйца, добавляю для разнообразия тоже яблоко или там какой-то другой, может быть, фрукт, может, киви или там мандарин. Ну, что у вас есть, что вам хочется. Вот, далее идет у нас обед. Также, кстати, вот я, когда, ну, совсем хочется какого-то разнообразия, использую вот такой шоколад 85%. Вот, и кофе. Хью, сейчас уже без молока, потому что тоже обратила внимание, что без молока пережигать жиры намного проще. Молоко, оно, ну, как будто незаметные калории, вроде бы ничего не съели, но они отражаются на вашей фигуре, тем более там молочный сахар. Далее у нас идет обед. Я использую, ну, какие-то фрукты, огурцы, помидоры, перец, может быть, немножко даже яблоко или мандарина добавляю в салат для разнообразия. Обязательно использую или курицу, или индейку. Так, чем же еще? Можно, кстати, вот подсолить такими аминокислотами, наподобие соевого соуса. Также можно добавить специи в салат, или вот кунжутное или льняное масло. Такие вот фирмы у нас есть. Яйца иногда тоже для разнообразия я жарю, но можно антипригарный, сковородский, можно вот чуть-чуть топленое масло использовать. Тоже, как известно, там много полезных компонентов, и оно не горит. Так, далее что у нас идет? Далее у нас идет, ну, как полдник получается. На полдник бывает я тоже использую или яйца, или бывает тоже даже творог. Но что-то добавляю, какой-то тоже бывает, или фрукт, или огурец. Бывает, использую цельнозерновой хлеб, сыр. Вот. На обед, кстати, забыла вам сказать. Ну, вы, наверное, сами все уже знаете. Вот используем тоже медленные углеводы. Вот у меня есть такой нут наподобие гороха. Есть бурый рис, есть индика рис. Тоже он такой достаточно твердый, медленно разваривается. И используем за макароны. Не часто, но бывает. Вот. Это все к обеду было. Наполнить, значит, мы с вами или яйца, или творог. Тоже можно какие-то добавки использовать. Бывает, немножко использую тоже орехов на полдник или на ужин. Вот. Ужин, естественно, у нас овощи мы используем. И какое-нибудь мясо. Тоже мясо. Индейка, курица или яйца. Ну, у кого есть рыба, можно тоже рыбу, кто очень любит. Вот. Иногда тоже овощи использую, как бы, немножко, может быть, даже обжаренные. Они получаются на отопленном масле для разнообразия или свежие овощи. Так. Из добавок на данный момент, что я стала использовать. Естественно, после тренировки мы используем с вами банан и комплексный протеин. Вот. Все, наверное, вы уже знакомы с ним. Ну, или такой, или какой-то другой, как вам нравится. Потом я стала уже использовать тоже аргинин. Аргинин использую до тренировки и перед сном. И также я купила аминокислоты БЦА. Их я использую 15 грамм в день. Вот. И также применяю омега-3 и комплексные витамины. Ну, вот это то, что есть добавок. Вот. За данный период времени, вот за полгода, я вот стала самостоятельно пытаться подтянуться, отжаться от брусьев. Это дало определенный стимул к росту мышц спины, рук, верхнего плечевого пояса. Даже, мне кажется, заметно рельеф на руках. Вот. Но все равно небольшие жировые запасы еще остаются. Хочется с ними расстаться. Раз и навсегда. Хочется также добавить какого-то объема, рельефа, чтобы фигура была интересной. Вот. Просто за свой промежуток времени, ну, который я прожила, так скажем, я все время что-то изучала, пыталась как-то бороться с весом, потому что он как-то все время меня преследовал. Я то его поборю, то как-то немножко расслаблюсь. И килограммы они как-то опять набираются. Вот. Советы Егора по тренингу, по питанию дали мне большой толчок, большой импульс, помощь в борьбе с этой проблемой. Ну, для меня лично. Вот. И мы с ним решили, что будем сотрудничать и посмотрим, каких мы сможем вместе добиться результатов. Вот. Смотрите продолжение видео у наших по питанию, по тренингу, какие-то, может, советы, нюансы, какие-нибудь изменения. Смотрите, ждите. Мы все расскажем, покажем. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин